Дорогие друзья! В нашем последнем выпуске, сразу после победы Паши Куркина в матче троих против Ника Чуя и медбрата Димы, на ринг ворвались Вася Штырь, адский клоун Лёха и чемпион российского рестлинга в лёгком весе Красавчик. Обвинив всех троих в несостоятельности показывать нормальный рестлинг, Красавчик получил вызов один на один от Паши Куркина. Этот матч занял всего одну минуту. И с небольшой помощью со стороны Вася Штыря, Красавчик одерживает победу над Пашей Куркиным. И вот новый вызов. Сегодня командный матч троих на троих против Ника Чуя и Паша Куркин против Вася Штыря, адского клоуна Лёхи и чемпиона в лёгком весе Красавчика. Но это чуть позже, а прямо сейчас, дорогие друзья, открывающий матч наш сегодняшний выпуск. Один на один. Железный Волк против, ну конечно же, Ван Громова. Как вы все прекрасно помните, их соперничество не возникло на пустом месте. На прошлой опасной зоне Железный Волк дрался с Казановым. И вот когда победа у Железного Волка была практически в кармане, в гриппу вышел Иван Громов и ни много ни мало заявил Железному Волку, что он старик. Таким вообще на ринге не местный. Пока Железный Волк был в остаток от таких наездов со стороны чемпиона, Казанова пришел в себя и, не только думая, провел Железному Волку свой коронный криптонический круз и одержал победу в этом матче. И, естественно, ветеран советского спорта Железный Волк не мог оставить этот выпад Ивана Громова без ответа. И вот, пожалуйста, слово Железному Волку. Громов, кто ты такой, чтобы решать? Хороший я, Борис? Плохой я, Борис? Могу я быть чемпионом? Не могу я быть чемпионом? Кто ты такой? На прошлом чемпионате опасная зона, ты мешался в мой матч против Казановой. И это стоило мне победы. Так вот, есть только один вариант разрешить все твои сомнения. Выйди на ринг против меня один на один. И тогда ты узнаешь, какой борец Железный Волк. И не ждет меня ничего хорошего. Встретимся на ринг. У меня такое ощущение, что Железный Волк просто весь этот месяц так переживал. Он, наверное, даже ночами не спал. И, зная, что у него еще в советских времен много тех самых проблем, как мы знаем, то как бы его состояние еще больше не усугубилось. Ну, в отличие от Железного Волка, Ваня Громов вообще не напрягается. Посмотрите на это лицо. Он тоже не сомневается, что победу в этом матче одержит именно он. Состояние, ненапряга, невзирая на объективные обстоятельства, называется, по-моему, оплом. Ну уж не знаю. У меня, между тем, первое удержание. Сейчас Ваня Громов пытался провести, но он не... Да, вот это, конечно, зря может сделать Ваня, но у него есть время отдышаться. Первый раз я наблюдаю Ивана Громова вот так, выходящего с ринга практически в самом начале этого матча. После первого же ответного удара со стороны Железного Волка Иван Громов просто серьезно задумывается и покидает ринг. Ну какие покидают? Бросьте, уважаемый коллега. И вот Иван Громов снова на ринге отдышался, подумал, придумал какую-нибудь тактику и с новыми силами в бой. Вы что думаете, что чемпиону НПР в парных боях Иван Громов просто так сдаться какому-то старику? Да вы ошибаетесь, уважаемый коллега. Я про слово сдаться еще ничего не говорю, но я вполне допускаю, я даже уверен, что Иван Громов серьезно недооценивает Железного Волка. Ну а мне кажется, что Железный Волк очень переоценивает в себе. Что это за тактика пяткой в коды? Ну, уважаемый коллега, я вам в очередной раз говорю, что не запрещено, то разрешено. Вот оно, излишняя самоуверенность налицо. Иван Громов даже не подозревает, что Железный Волк уже восстановился, и что он на ногах смотрит на него прямо сзади. Да уважаемый коллега, Ваня Громову эти удары как слону дробина. Вот здесь только что, конечно, себя немножко объективности ради переоценил Железный Волк. Не думаю я, что после этих же первых двух ударов Иван Громов испугался бы этого жеста Железного Волка. В очередной раз Иван Громов вышел с ринга. Сейчас он отдышится и снова продолжит бой. Так что не сомневайтесь, просто так Ваня не то, что не сдаться, этот бой не будет для Железного Волка и прогулки. Уж Ваня-то ему, кажется, задаст трехку. Как, я считаю, и не без основания, и для Ивана Громова. Ну, на стороне Ивана во-первых опыт, и с этим, я думаю, вы спорить не будете. А на стороне Волка, по-моему, большинство зрителей, и они, по-моему, скандируют больше в сторону Железного Волка и отдают свои голоса. Ой, посмотрите, какая хитрая задумка сейчас прошла в исполнении Ивана Громова, и уже Железный Волк получает. Да, задумка хитрая, продолжение у нее даже, можно сказать, жестокое. Ну, естественно, а как вы хотели от Ивана Громова, чтобы он все-таки со своими соперниками на ринге? Ну, уж нет. Такого подарка, я думаю, никому от Вани ждать не стоит. Тем не менее, этот ранний выход на удержание, естественно, не дает результата. Пока только два. Я бы на месте Железного Волка, конечно, он вставал бы чуть-чуть поживее. Удивительно, чего ждал Громов? Ну, может быть, он хотел применить какую-то тактику, но Железный Волк его опередил. Вот сейчас, конечно, Ваня рановато расслабился, но по-прежнему держит инициативу. Уже второй раз подряд Европейский Аферкот получает от него Железный Волк. А вот это было опрометчиво. Целиться надо лучше и разбегаться раньше. Ох, посмотрите, вот это уже пошел Кикбоксин. Вот тут уже, конечно, Железный Волк во всей красе. Так, по-моему, Иван Громов держится за нос. По-моему, в процессе этого шлагбаума Железный Волк сильно попадает к бонусу Ивана Громова. Смотрите, он снова держится. Не сломан ли у него нос, интересно? Неужели? Неужели сломал ему нос Железный Волк? Бой еще будет начаться. Вот Олег Лержин, напарник Вани Громова. Кстати, что он здесь делает? Ну, понятно, что он пытается сказать, что я, как всегда, ни при чем. Но мы-то знаем, что он более чем при чем. И не думаю, что эта ситуация окончится добром для Железного Волка. Ну, пока что хоть Железный Волк и попался на такую уловку от Вани Громова. Кстати, кровь. По-моему, это кровь Вани Громова. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Действительно, из носа Ивана Громова хлещет кровь. Вы можете в это поверить? Похоже, Железный Волк действительно сломал ему нос тем самым шлагбаумом. Да, что не говорит шлагбаум, он провел Ваню Громову от души. Но посмотрите, судья между тем не останавливает матч. Важно, и Ваня Громов не изменяет никакого желания матч прекратить. Видимо, он сможет и с такой травмой драться дальше. Ну да, это будет, по сути, чисто его решение, продолжать или нет этот матч. Но я хотел сказать несколько о другом. Так-так-так, Иван Громов позже пытался закидывать на Ф5 Железного Волка, но тот ушел и отсюда. Но попадает на плечевой блок от Вани Громова. Но здесь уже Ваня Громов просто толчком сносит Волка. Я хотел сказать, что у меня заградывается такое впечатление, что борцы немного вот даже перекипели перед началом этого матча за счет вот этой своей накопленной злости и нервности друг к другу. Вы посмотрите, бой-то идет всего лишь каких-то 4 или 5 минут, а они уже еле дышат. Да вы вообще-то, уважаемые коллеги, если внимательно вспомните, как до этого момента идет бой, так тут вообще доминирует одна ударная техника. Я еще не видел ни одного неполевого захвата, ни улучшения ничего. Это был спинолом. Я, честно говоря, подумал, что прямо сейчас все и кончится. Но нет, Железный Волк уходит и из этого удержания. Ваня Громов в очередной раз показывает, что вот-вот сейчас Железному Волку придет конец, но непонятно, какими силами Железный Волк держится. И вторая попытка Коронова F5 также неудачна. Ага, вот сказывается тот первый удар по коленным сухожилиям, что и позволяет Железному Волку сначала освободиться, а потом провести. Пускай чуть-чуть криво, но все-таки он проводит Ивану Громову Джек Хаммер. И Железный Волк выигрывает этот матч, пользуясь, конечно, тем, что сломал он Ивану Громову нос. Вот я же говорил, обязательно этому левшему надо было влезть не в свое дело. Это был бой, это была разборка один на один Железного Волка Ивана Громова. Какого черта? Да простого черта. Это нечестная победа Железного Волка. А нечестная, потому что повезло Железному Волку, что он сломал Ивану Громову нос практически в самой середине матча. Да если бы не эта травма, Ваня Громов уделал бы Волка и раскатал бы его на раз. Непонятно, почему судья не прекратил матч. Это мы потом можем задать свои вопросы рефери. Лешин набирается все больше и больше цинизма, просто от раза к разу. И коронный F5 наконец-то от Ивана Громова с третьей попытки. Правда, к сожалению, сейчас он уже ничего не решает. Что можно этим доказать? Да, кого-то на ринг вылезают Леша Щукин, Тон Терябин, Слава Нескубин и Саня Панков. То бишь вся честная компания. Ну, кто еще придет на помощь ветерану советского спорта? Одна из самых перспективных команд НФР. Напористость и опыт локомотива. Самобытность и техника Ронни Кримптона. Все это в сопровождении чемпионки НФР Понни. Восемь месяцев они создавали своим противникам большие проблемы. Пока сами не столкнулись с одной большой проблемой. Тебе не кажется, что у локомотивов в последнее время какие-то шутки стали? Все разное. С кем же из них все-таки Понни? Поскольку команды уже нет и терять им уже больше нечего, то теперь локомотив и Ронни Кримпсон будут драться за право называться лучшим. Лучшим для Понни. И может быть тогда она наконец сделает свой выбор. Дорогие друзья, смотрите на следующей неделе один из самых ожидаемых матчей. Бой бывших напарников. Иван Марков локомотив против Ронни Кримпсона. Ну а сейчас, как и было обещано, 3 на 3. Давненько, кстати, у нас в Федерации не было командных матчей такого формата. Совершенно верно, а как мы все прекрасно знаем, командные матчи, да еще и легковесов, это зрелище в ней просто поистине фантастическое и динамичное, с огромным количеством просто сумасшедших, безбаченных приемов. А раз уж среди этих участников есть Ацки Клоу Леха... По крайней мере, одной из двух, одной, вот этой, по крайней мере, команды. Потому что еще недавно непримиримые противники и практически враги. Вася Штырь, ты красавчик. Можете в это поверить? Сегодня выступают в одной команде. Конечно, я могу в это поверить. А что вы хотите, когда молодежь такая наглая наступает на пятки? Естественно, старикам, если можно так сказать, более опытным борцам Федерации нужно объединить свои усилия, чтобы поставить зазнавшуюся молодежь на место. А что значит наступает на пятки? Ребята просто вышли на назначенный им матч и просто делали все лучшее, что они могли преподнести друг другу и зрителю. Вы не знаете, сможет быть и другой вариант. Видимо, вот эта вот команда из Ацки Клоу Леха, Вася Штырь и красавчик, как более опытным борцам, может, не понравилось, как ведут себя новички. И, может, они плохо дрались, не выкладывались по полной, но и решили преподать им урок, как нужно проводить нормальные бои, чтобы не позорить родную Федерацию. Ну, как обычно, часто бывает в таких случаях, моего коллегу понесло. Почему же сразу понесло? Я сказал, что не все. Понесло куда-то не туда. Что мы свели? Что значит нехорошо себя вели? Они вышли дрались, как могли. Но надо, говорится, драться хорошо, плохо оно... Коллега, помолчите, сконцентрируйтесь на матче. Так, ну, начинают Ацки Клоун Леха и Ник Чуиев. Ну что ж, разумно. Ну, а между прочим, мы сейчас видели Клоун Леха вообще как-то не рад, потому что начинает Чуиев. Может быть, он хотел драться с ним, ты из них и что? А Клоун Леха вообще хоть чему-то в своей жизни рад. Он же сказал, с тех пор, как в детстве учителя его доставали своими замечаниями, он теперь всем желает оказаться в Аду. Может быть, есть кто-нибудь, кому он не желает оказаться в Аду? Своему напарнику, Ацкому Клоуну, с ней эти, кого мы с тобой не видели. Единственная радость Клоуну Лехе, это мутузить на ринге своих противников. Но сейчас отличным дропкиком по нему попадает Ник Чуиев. Да, как-то рано расслабился сейчас Ацкий Клоун Леха. Ник Чуиев этим воспользовался. Что уж тут говорить иногда, наши вчерашние дебютанты могут творить чудеса на ринге. Напрыг локтем одни качуи. И рано, рано расслабляться и красоваться перед публикой, потому что Клоун Леха обязательно подловит тебя на чем-нибудь. Ну, что он, собственно говоря, и делает, а именно подлавливает, потому что как-то рано очень уж Ник Чуиев стал красоваться и получил в очередной раз от Клоуна Лехи. Нефигу, извините, нужно сконцентрироваться во время матча, а не красоваться перед зрителями. Даже закрученные ноги заставляет Ник Чуиев наконец смениться на своего напарника. И вторым в бой выходит медбрат Дима. И сейчас он сталкивается даже сразу с двумя противниками. С Клоуном Лехой и с Васей Штырёвым. Вот уж то, что о медбрате Дима, конечно, у меня язык не поворачивается назвать новичком. Это уж, конечно, мне самому непонятно, как медбрат Дима попал в эту команду. Может быть, решил заступиться за молодое поколение? Вот так вот. Тактика противостояния обманок называется вот этот момент в матче. И, по-моему, Васей Штыр перехитряет такими медбрату Дима и проводит ему слэм с плеча. О! И, наконец-таки, в матч вступает... Главное действующее лицо команды, находящейся вот в этом вот углу, откуда вышел Паша Куркин, сам Паша Куркин. Я бы даже сказал, моральный лидер. По-моему, вот у команды так называемых «новичков» в кавычках моральный лидер Паша Куркин. А он противоположный, по-моему, красавчик. Ведь именно эти два борца, в общем-то, сцепились в этой словесной перепалке, благодаря чему и произошел вот этот матч. Опа! А, между прочим, это был кататоник, дорогие друзья. Нет, это был реверс кататоника в Торнадо Ди-Ди-Ти. Кстати, я даже не заметил сейчас этого момента. Васей Штырь получил только что Ди-Ди-Ти от Паши Куркина, и Паша Куркин продолжает атаку. Теперь уже на пару с медбратом Димой. Знаете, видимо, так Паша Куркин все это молниеносно сделал, что я даже не заметил этого Ди-Ди-Ти. Может быть, сейчас будет поздор? Я же говорил, меньше числитель, чем языком, не по делу. Так, ну все. Кажется, сейчас Васе Штырьев будет совсем не сладко. Двойной суплекс через канаты. И держится Васе Штырьев за поясницу. Вася Штырьев, пожалуй, самый, ну я без всякой задней мысли и без обиды, хочу сказать, самый медлительный борец среди всех этих шестерых, по-моему. Вот это его слегка и подвело в данном случае. То есть он недостаточно силен для тяжеловеса и недостаточно быстр для легковеса. Смотрите, Паша Куркин заблокировал в углу вражеского лагеря и все троем по очереди его атакуют. Ничего себе! Вот, уважаемый коллега, я же вам говорил, что сегодня адский клоун Лёха будет творить чудеса. Вы видели это сальто? Вы это видели, дорогие друзья? Я не знаю, ну вот сейчас, может быть, нам, режиссеры, дадут повтор этого момента, потому что нечто фантастическое сейчас творит адский клоун Лёха. Двойной аутсайд-дайв и, по-моему, и Красавчик, и Вася Штырь приминают обоих и медбрата Диму, и Ника Чуи. А клоун Лёха вслед выкидывает Пашу Куркина. Ну, бой между тем, скажем так, перешел из рингового, простазового в неринговое. Так, что сейчас задумалось клоун Лёха? И фирменный обратный Мунцол. Но самое интересное, пожалуй, даже не сам по себе Мунцол, а то, что, по-моему, от Мунцол-то достается и Красавчику, потому что его, по-моему, срубают этим прыжком. Ну, адский клоун Лёха, не думая, сделал на всю кучу уж на кого попадет, как говорится, на того попадет. Может, но умая, но не особо-то и глядя, и всматриваясь, на кого он летит. И вдобавок, маска, конечно, мешает определенным образом. О, человек в маске против другого человека в маске. Медбрат Дима пока что успешно трампует клоуна Лёху. А Вася Штырь не менее успешно выписывает с руки со стойки ринга сейчас в медбрату. Это не то, что с руки, это летящий локоть в отличном исполнении. И Мунцол с места. Раз, два, три. Все, по-моему, победа. Да, это не победа еще пока что, но это первый существенный урон. Это значит, что медбрат Дима выбывает из матча. И пока что Ник Чуи пытается противостоять чемпиону в легком весе. Его противнику в этом матче 3 на 3. Одному из его противников. Красавчику. Да, вы видели, сейчас даже досталось оператору, по-моему, выполняя этот прыжок в камеру. Это абсолютно верно. Это опасная зона для всех, а не только для борцов, что мы уже не раз наблюдали. Красавчик сменяется на Васю Штыря, но удержание не проходит. Вася Штырь продолжает атаку на Ник Чуи. Как всегда, немного медлительный. Вася Штырь промахивается и благодаря этому получает в догонку ураганного наездника. Который, правда, не приносит успеху Ник Чуи, потому что, по-моему, даже после первого отчета судьи вырывается Вася Штырь. Ну да, никто, естественно, не отнимал у него его гопническую стойкость. Да, совершенно верно. Настоящий мужик, значит, пацан. И Ник Чуи тоже не сдается. Совсем недавно, но достаточно ярко выступает этот новый борец. И, смотрите, датский разрушитель. Вася реверсирует датского разрушителя. Да, реверсирует и реверсирует, но по-прежнему неуспешно. Ну, никак он не может справиться с Ник Чуи. Вот все время вот вырывается он. Ой-ой-ой-ой. Неужели это будет... Оглушитель! Коронный оглушитель от Васи Штыря. И, по-моему, это... Нет, я хотел сказать, что это все, а вот оказалось, что нет. Сейчас спасает Паша Куркин в ситуации. Паша Куркин нахватался от ветеранов именно того, чего надо. В нужный момент заступись за соратника по команде и прерви удержание. Наверное, он это выучил как золотое правило и как он чуражит. Ну, это Васи Штырь во всей своей красе. Во всей красе своих тюремных замашек, я бы даже сказал. Почему тюремные? Ну, потому что, кроме как в тюрьме, таким ударом больше нигде научить не могут. Что, кроме легитимной спортивной школе, научат вот так вот наук пить между ног? Да не то, что, коллега, это может быть обычный махач на улице. Вот я и говорю, а после махача на улице люди обычно попадают в тюрьму. Итак, смотрите, канадский разрушитель от красавчика. И Никчуи выбывает из этого матча. И ситуация становится в еще большей степени плачевной. И Паша Куркин, потому что у нас был сзади. Смотрите, один не один, но он удерживает красавчика до трех на лопатках. После своей даже не вполне удавшейся хронкораны. Ничего себе! Красавчик проигрывает Паша Куркин. Его бывает из матча. Вот это да! Матч сокращается с трех на три. С шести участников до двух. И теперь это один на один. Паша Куркин против клоуна Лехи. Вот сейчас Паша Куркин все ему припомнит. Паша Куркин пока что полностью оправдывает свое нами данное ему звание морального лидера своей команды. Да, все-таки я не знаю, что сейчас будет делать с собой. Так, 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 это опасно! Вот почему это опасно! Я даже не знаю, с какой силой сейчас в челюсть засветил клоун Леха! Потому что это новый коронный прием клоуна Лехи! Адский несущийся кулак, которым если он попадет прямо в челюсть, то все, оппоненту не жить! Совершенно верно! Оппоненту действительно не жить, потому что удерживает адский клоун Леха сейчас Пашу Куркина и выигрывает этот матч! Так, так, секундочку! Такое ощущение, что красавчик, как бы говорит клоуну Лехе, подожди, я хочу теперь до конца разобраться с этим Пашей Куркиным! Его даже в чем-то можно понять! Зная красавчика, конечно, ему очень сильно не нравится, что он проиграл Пашу Куркина! Что он не остался в числе последних победителей, стоящих на этом ринге! Вот, дорогие друзья, как раз повтор этого момента! Сначала мощнейшим ударом в челюсть выписывает адский клоун Леха Паша Куркину, а потом адский скуп Слэм, который принес команде клоуну Лехе победу в этом матче! Да уж, адский несущийся кулак – это страшная сила! Особенно, если он долетает до цели! А на сегодня это все, дорогие друзья! Увидимся! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok